Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моих украинских друзей-подписчиков накануне конкурса я изготовлю по вашей просьбе нимфу, которая практически ее вяжут уже, наверное, больше 300 лет. Фазентайл. Это нимфа, которая изготовлена из фазана. Но мы ее немножко будем вязать в своей интерпретации, но используя те же самые материалы, которые должны быть в этой мушке. Я взял крючок номер 16 фирмы Strike. Можно взять крючок Timka 200R соответствующего размера. Я намотал немножечко свинца и, если есть, как всегда, возможность, я устанавливаю глазки на место, где мы будем закреплять свинец. Я нанес буквально капельку клея и почти до самых глазок подвожу свинец, чтобы у меня он подхватился. Это у нас будет грудка и часть тела. Теперь нам необходимо немножко промазать свинец. Нить можно использовать практически любую, это уже не принципиально. Главное, чтобы она подходила вам по диаметру. И нить переводим к самому уже загибу. В качестве сегментирования вот продаются такие наборы для поделок в магазинах по рукоделию. Цвета проволоки бывают и диаметра абсолютно разный. Сильно, чтобы не заморачиваться, я взял немножечко вот такой проволоки для сегментирования. И закрепим ее здесь, у свинца, так, чтобы у нас не нарушалась пропорция тела. Изготавливать эту нимфу можно на любых крючках, какие только вы себе можете представить. Но самое главное, чтобы она повторяла форму и тело. В идеале, конечно, был бы крючок, если так, как ее изготавливали, это F11, F14, даже можно F16, соответствующего размера. Или фирмы Камасан серии 400 или Сотка, тоже соответствующего номера. Теперь я беру вот буквально обыкновенный, не то, что я там как-то подбирал, а из моей охоты фазан охотничий. И отобрал вот так щепоточку, сразу выровнял порядка 10 бородок. И отрываю их. Теперь нам необходимо с вами аккуратненько, так, чтобы мы сильно не наматывали, вымеряем длину хвостика. Она должна равняться длине нашей грудки. Аккуратненько перехватываем, держим в том месте, где мы будем крепить наш хвостик. И в одном месте вот так подхватили. Посмотрели, величины нам будет достаточно нашего хвостика по пропорции. И как обычно я беру, переламываю в замочек, в замочек переламываем наше перо. И здесь аккуратненько проматываем, не повредив его. Теперь нам остается аккуратно выровнять вот эту ступенечку. И любой другой вспомогательной нитью слегка подровнять нам тело. И нам желательно, после того, когда подсохнет клей, слегка сплющить место, где грудка. Вот мы с вами подготовили вот так тело. Как вы видите, я его сплюснул немножко сверху. Теперь нам нужно взять клей. Слегка промазываем, чтобы покрепче была наша нимфочка. И как обычно, теперь выберем для себя угол. Помогаем обязательно себе пальцами, так как очень сложно с перодержателем ровненько выполнить тело. И выполняем обмотку по всему телу. Доходим до нашей с вами грудки. Сделаем один полный оборот. Закрепим с вами нить и остатки отрежем. Закрепили с вами, удалили остатки. Я просегментировал проволокой, чтобы тело было покрепче. И теперь нам понадобится следующий пучочек хороший, почти такой же, как мы брали первый раз, бородок нашего фазана. Подровняем наши кончики, чтобы они были ровные. И теперь будем изготавливать ее так, как обычно она изготавливается. Берем, вымеряем, какая должна быть у нас длина лапок. Переводим нить к глазкам. И в районе глазок с вами закрепим вот так. Наше перо. И теперь аккуратненько подравнивая само перо, потому что мы будем выполнять с вами чехольчик из этого пера. Проматываем до того места, где мы начнем формировать с вами грудку. Здесь оставляем. В зависимости от того, какой мы будем с вами изготавливать грудку, можно использовать любой даббинг, но учитывая то, что моя нимфа такая немножко серенькая, в том смысле, что нет привлекательности, а зимой желательно чем-то рыбу спровоцировать, можно использовать или вот такой черный, или вот такой под павлина. Можно павлином изготовить грудку и, допустим, сделать так лапки. Я возьму у нас черный с вот таким вот металлическим отливом. Совсем-совсем-совсем небольшую щепоточку. И немножко больше я уже возьму зеленого даббинга. Вот такой пучочек. И, как всегда, сформируем с вами даббинговую нить. До первого касания подводим. И начинаем теперь уже формировать нашу с вами грудку. Грудка должна быть достаточно пышной, так как саму нимфочку мы с вами сделали жирную, хорошую, симпатичную. Остатки удаляем. Вот такого количества нам будет достаточно. И теперь нам необходимо с вами взять, разделить на две равные части вот те бородочки пера, которые у нас имеются, и закрепить с одной вот так и с другой стороны. Теперь нам остается с вами только лишь взять верхнюю часть нашего пера, которую мы оставили для нашего чехлика. Нить я перевел ближе к колечку, для того, чтобы мы могли вот так с вами подтянем, захватить наше перо. Буквально парочка оборотов больше не надо, так как мы с вами будем сейчас переводить нить. Промотаем здесь спереди. И теперь я аккуратненько вот так отвожу, перевожу нить за глазки. И в этом месте опять же подтягиваем. И подхватываем уже окончательно нашу нить. Теперь нам необходимо с вами аккуратно перевести к месту крепления нашего чехлика. Здесь же подхватываем. Аккуратненько подравниваем ноготочком. Теперь остается нам с вами только нанести немножко клея, лака и сделать завершающий узел. Теперь подходим к основному этапу, который, в принципе-то, эту нимфу будет отличать от той нимфы, о которой мы с вами говорили. Как обычно, если есть возможность изготовить детализацию у мушки, я всегда изготавливаю. Вот вы видите, достаточно симпатичные глазки, лапки, грудка, все смотрится хорошо. Но рыба также реагирует на то, если у нас будут еще зачатки крыльев. Поэтому я сейчас беру обыкновенный лак-клей. Это для моих друзей я показываю. Вот такой лак-клей. И спокойно сверху, вот не отрезая, промазываю место крепления глазок, сам верхний чехлик и промазываю то крыло, которое я потом буду отрезать. Скажу сразу, если у вас вдруг имеется вот такой вариант. Это клей для вейдерсов. Или же бигбон, клей, который специально для того, чтобы ультрафиолетом его сушить. Используйте. Можно использовать также эпоксидку пятиминутку. Но я потом, если вам будет интересно, расскажу, как ее изготовить настолько жидкую, чтобы она хорошо пропитывала. Но несколько дольше будет тогда сохнуть. Давайте сейчас изготовим, потом продолжим. Вот, друзья, майлак немножко у нас подсох. Я отрезал, но еще, конечно, будем немножко дорабатывать еще заднее крылышко. И вот такая вот нимфочка, как вам видно, готова уже к нашей рыбалке. Достаточно крепкая и симпатичная. Так что благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...